МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Итоги недели в студии Джолдос Джумабекова. И смотрите сегодня в программе. Нарушен закон акционерного общества. Цинтера приобрела компанию Томпсон Крик Мэттлс без ведома Крыгозолтына. Прописать все до мелочей. На Совете обороны обсудили реформу МВД. Сохранить самобытность о национальных традициях смотрите в материале нашего корреспондента. Конференция Искольбаарла Шоусу. Участники обсудили вопросы проведения вторых всемирных игр кочевников и 100-летия восстания 16-го года. Площадка СНГ. Государство Содружества Независимых Государств поддержат всемирные игры кочевников. Пейте на здоровье. В Бишкеке состоялся фестиваль Кумыса. На этой неделе зампредседателя правления Крыгозолтын Бектур Сагынов созвал брифинг, на котором сообщил журналистам о том, что Крыгозолтын проведет анализ условий приобретения Цинтеры компании Томпсон Крик Мэттлс. По словам Асанова, Крыгозолтын как основной акционер Цинтера Голд не был проинформирован об этом. Стоит отметить, что произведенная сделка снизит долю Кыргызстана. Она сократится с 32% до 27%. По словам экспертов, это нарушает законы акционерного общества. Между тем, в СМИ появилась информация о том, что один из членов правления Совета директоров Цинтеры Брюс Вальтер обвинялся ранее в финансовых махинациях и инсайдерской сделке в Канаде. Напомню, Брюс Вальтер является членом Совета директоров Цинтеры и членом правления. А в 2009 году он был приглашен в Цинтеру для проведения переговоров с кыргызской стороной. «Бизнес для меня – всего лишь веселая игра», – заявил Вальтер в одном из своих интервью для прессы. Как отразится на Кыргызстане сделка Цинтеры, расскажет Ханат Канеметов. Цинтера потратила больше миллиарда долларов общих с Кыргызстаном активов, при этом не поставив его в известность. Без одобрения Бишкека куплена золотодобывающая компания Thompson Creek Metals, находящаяся в Канаде. Такую новость на неделю распространила государственная компания Кыргызалтын, которая является держателем 33% акций в Цинтере. «Как акционер мы, конечно, очень негативно восприняли, вернее, здесь уже, как акционер Кыргызалтын, очень негативно воспринимает и воспринимала любую сделку, которая ведет к снижению нашей доли в Цинтере. И в результате этой сделки доля будет сократиться до примерно 27% с нынешних 32%. Хорошо это или плохо, в Кыргызалтыне затрудняются ответить. Тем более прозвучали вот такие доводы. Вместе с тем нам было сообщено, что в результате компания Цинтера в общем будет обеспечена гораздо большей прибылью, начиная с 2017 года, что возможно позволит, как мы надеемся, увеличить и пересмотреть дивидендную политику, и увеличить денежный поток для Кыргызалтына в качестве акционера. Цинтера, поглотив компанию Thompson Creek Metals, получает рудник Mount Milligan. Эксперты говорят, что это может принести выгоду для Кыргызстана. Тем более, что себестоимость добычи золота там ниже, чем на том же Кумторе. Этой сделке надо радоваться, потому что Цинтера проглотила другую компанию. В этот период кризиса на рынке минерального сырья, они сделали очень удачную покупку. Никакого вывода активов нет из Кыргызстана. Вывод капитала – это когда наши активы продали, а где-то что-то купили. Цинтера накопила нужные суммы и купила компания. Однако, с другой стороны, есть одно «но». Для чего это сделано? Я думаю, что это как бы, если с позиции Цинтера рассматривать разумный шаг, они как бы обезопасивают себя, возможно, обеспечивают себя активами на случай приостановления разработок здесь, в Кыргызской республике. Но то, что они как бы не согласовали и не проинформировали Кыргызстан, это означает, что происходит борьба. То есть мы знаем, что всю историю существования Кумтора идет снижение национального интереса в этой компании. То есть каждый период они борются за то, чтобы больше и больше ущемить интересы Кыргызской республике. Несмотря на возражения кыргызской стороны, Цинтера все же одобрила сделку. Насколько это законно? Тем не менее, сделка состоялась. Во-первых, здесь нарушены все законы акционерного общества. Мы владеем 33,3% акций, поэтому уже 26% – это блокирующий пакет акций считается. Они не имели права совершать эту сделку. В Кыргызалтыне говорят, что тщательно изучат ситуацию, плюсы и минусы заключенной сделки по приобретению канадского рудника. В ходе презентации со стороны руководства Цинтера были представлены плюсы для нашей стороны. Но сейчас, я повторюсь, мы как компания здесь вместе с нашими аналитиками еще раз сядем, проанализируем, действительно ли заявлены плюсы для хыргызской стороны, те преимущества, которые сулит Цинтера, они осязаемые, что действительно нам стоит на это рассчитывать. Кыргызстан пока не рассматривает возможность опротестовать в суде решение о поглощении Цинтерой Томпсон-Крик-Металс. Что делать дальше, будет решено только после тщательного изучения сложившейся ситуации. Реформа МВД. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета обороны в начале недели. Председательствовал президент Алмазбега Тамбаев отметил важность того, чтобы все было прописано до мелочей. Так, в структуре МВД будут созданы независимые службы, такие как криминальная милиция, служба по борьбе с экстремизмом и незаконная миграция, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. То есть функции государственной службы по контролю наркотиков переходят в МВД. Но уже звучат мнения о том, что эта мера несет риски и приведет к снижению профилактики потребления наркотиков. Такие заявления делают различные неправительственные организации. Однако статистика говорит об обратном. К примеру, в прошлом году ГСКН раскрыла 18% преступлений по незаконному обороту наркотиков, тогда как МВД почти 80%. По количеству изъятых наркотиков ГСКН показала 17%, МВД 81%. По словам специалистов, 30% наркотиков из Афганистана идет транзитом через Кыргызстан. Это десятки тонн зелья. Между тем, в сводках силовиков мы слышим время от времени об изъятии нескольких килограммов наркотиков. Если сравнивать цифры, то складывается ощущение, что это делается так, для отвода глаз. И, скорее всего, это и другие факты легли в основу такого решения. А вот пятое. Главное управление МВД передается ГСБЭП – Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. Правоохранительные органы переводятся на контрактную службу. На базе Академии МВД будет создана Академия права. Обо всем подробно Канат Канеметов. Реформа правоохранительных органов – это насущная необходимость. Этот вопрос теперь подняли на высшем уровне. В Совете обороны считают, что нужны преобразования, причем системные. Одна из главных целей – защита бизнеса от необоснованных посягательств людей в погонах. Продолжение следует... 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 Теперь этого не должно быть. Генеральная прокуратура миссия – это осуществление надзора за законностью, чтобы перед законом были все равны. Это основная его функция. И, конечно, она не должна иметь функцию преследовательской. Генеральная прокуратура будет также являться координатором борьбы с коррупционными проявлениями. Но в то же время расследование большинства этих дел, связанных с финансовыми нарушениями, преступлениями, коррупцией, они будут, соответственно, относиться к финансовой полиции, ГСБ и, соответственно, к ведомству ГКМБ, АКС. Вместо МВД ввести уголовно-правовую статистику будет Генеральная прокуратура. Специалисты говорят, что появится шанс на объективные цифры в отчетах о количестве преступлений. Раскрытых дел и так называемых висяков. Соответственно, они введут полностью уголовно-правовую статистику. И она за счет этого станет объективной. Так как прокуратура не будет, скажем так, заинтересована в завышении показателей, как МВД, потому что в МВД еще и за счет их системы того, что они должны какую-то норму вырабатывать по уголовному преступлению, возможно, какое-то эффективное завышение было. Реформа правоохранительной системы, по словам специалистов, связана с попытками государства защитить бизнес. Это залог его развития. Вопрос только в том, когда это произойдет. То, что касается защиты бизнеса, это реальная защита бизнеса. Сегодня, теперь, когда эти реформы произойдут, там мы прописали и проголосовали за это все члены Совета обороны, в том, что в течение трех месяцев премьер-министр должен изменить все законодательные документы, то, что касается законов, то, что касается Конституции, это уже касается прокуратуры. Данный вопрос, я думаю, в ближайшие дни тоже будет обсуждаться. В ближайшие дни. Это в рамках реформы Конституции, я думаю, это будет проходить. Еще одно важное решение – ликвидация службы по контролю наркотиков. В свое время на это ведомство возлагали большие надежды, причем одними надеждами не ограничивались. Помимо государственного финансирования, значительно помогали и международные доноры оснасти ведомство хорошим оборудованием и лабораторий. На заседании Совета обороны подробно изучили статистические данные и пришли к выводу, что ГСКН провалила работу и с возложенными задачами не справилась. И посему принято вот такое решение. Здесь нам необходимо было определить один орган, который будет в дальнейшем заниматься этой проблемой. И при анализе принято решение о том, что ГСКН полностью как служба передается в состав Министерства внутренних дел в виде отдельной службы. Возникает вопрос, почему именно МВД? Совет обороны апеллирует цифровыми данными, утверждая, что одно управление Министерства внутренних дел работает куда лучше, чем целое отдельное ведомство. Итак, в 2015 году ГСКН раскрыла лишь 18% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, тогда как МВД в 4 раза больше – 80%. Такие же цифры по объемам изъятых наркотиков ГСКН смогла выявить лишь 17%, а МВД – более 81%. МВД является традиционной структурой, которая занимается борьбой с незаконным распространением наркотиков, потому что у нас эта проблема имеет давнюю историю. И фактически этой проблемой заняты практически все структурные подозрения. На данный момент Министерство внутренних дел и вообще органы внутренних дел – это самый большой правоохранительный орган, просто огромный правоохранительный орган. И он, конечно, имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы эффективно осуществлять свои функции. В конце прошлого года в СМИ со ссылкой на руководителя ГСКН появилась информация о том, что 30% наркотиков из Афганистана идет транзитом через Кыргызстан. Это огромные цифры. Десятки тонн. Десятки тонн. А изымается десятки тонн тяжелых наркотиков – это опи, героин, понимаете? А изымается всего лишь несколько килограмм. То это уже говорит об неэффективности, понимаете? То есть руководство сама об этом признало и официально заявило. Видимо, вот это признание руководства ГСКН обратило внимание секретариата Совета обороны, что они обратили. Почему так? Если 20% идет, а изымается несколько килограмм, когда должны быть тоннами изыматься тяжелая группа наркотиков. Ну а что делать с кулуарными попытками сохранить ведомство? Источники утверждают, что ГСКНовцы делают все возможное. Выходят даже на некоторые НПО. В данном случае, я думаю, в какой-то степени, наверное, есть резон в том, чтобы сосредоточить все в одних руках, борьбу с незаконным оборотом наркотиков. И в данном случае выступает, конечно, Министерство внутренних дел. Поэтому решение принято, решение надо исполнять. Специалисты утверждают, что МВД, взяв под свое крыло ГСКН, должно сохранить всю ее материальную базу, не потерять профессиональные кадры. Получив целое ведомство, МВД зато теряет свой пятый отдел, который занимается расследованием экономических преступлений. Его намерены вывести из системы внутренних дел и полностью передать государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. Естественно, что если возьмем ту же службу ГСБ, финансовую полицию, для них сейчас созданы все возможности. Они до этого, насколько я знаю, жаловали, что есть моменты, где очень неудобно взаимодействовать с прокуратурой. Есть проблемы взаимодействия с другими органами. Теперь фактически все возможности им созданы, даются достаточно серьезные полномочия. И поэтому сейчас общество будет ждать каких-то реальных результатов. Для чего решили ликвидировать пятый отдел МВД и усилить ГСБ, для того, чтобы исключить дублирование функций правоохранительных органов. С таким решением согласились даже в парламентском оппозиционном меньшинстве, руководителем которого является крупный бизнесмен. Экономическими вопросами бизнесом имеет право проверять только Государственная служба по экономическим преступлениям. Ни Министерство МВД, ни Генеральная прокуратура, ни ГКНБ, ни АКС. От Государственного комитета национальной безопасности забирается структура. То, что касается экономических преступлений, тоже отдается финансовой полиции. Они будут заниматься внешней безопасностью, то, что касается расследования коррупционных дел именно госслужащих, политических деятелей, высшегосударственных служащих. Ну и что касается многочисленных проверок, на которые жалуются и коммерсанты, и госслужащие. Например, органы местного самоуправления теперь будет проверять только счетная палата. Внедряем достаточно жесткие, достаточно четкие механизмы защиты бизнеса и экономической среды от необоснованных проверок. С одной стороны мы бизнес защищаем, с другой стороны данная мера нам поможет сократить коррупционные проявления в рядах правоохранительных органов. И то же самое в отношении государственных и муниципальных органов. То есть вот эти бесконечные проверки, зачастую необоснованные проверки, они будут остановлены. Одно из главных решений – реформа скандальной Академии МВД, выпускники которой чуть ли не каждый год попадают в нелицеприятные инциденты. Преобразованная Академия будет готовить специалистов для всех правоохранительных ведомств. Канат Канеметов, Бактур Сундышембеков, Общественный Первый канал. В Кыргызстане отметили Орзо Айт. В Бишкеке праздничный Айт-Намаз состоялся на Площади Победы. Несмотря на дождь, желающих совершить коллективную молитву было много. Собралось около 10 тысяч человек. От имени президента собравшихся поздравил глава правительства Сурумбай Дженбеков. В тексте поздравления, в частности, говорится. Для каждого из нас праздник Орзо Айт – это причастность к общей радости и хорошая возможность укрепить взаимопонимание и единство нашего народа. Мы все хотим жить в благополучной, процветающей стране со светлым будущим. И наша главная цель – построить такую страну и сохранить ее для потомков. Священная книга «Мусульман Коран» проповедует идеалы свободы человеческого духа, мира, доброты и прогресса. Неслучайно исторический период с IX по XII века считают исламским ренессансом. Его центром была Центральная Азия, которую называли «Страной тысячи городов». Родиной целой плеяды всемирно известных математиков, астрономов, медиков, поэтов, философов. Исламский мир был тогда центром развития науки, литературы, медицины и искусств. Но сегодня священная вера мусульман сама столкнулась с попытками использовать ислам в террористических целях и грязных геополитических играх вернуть исламский мир в Средневековье. Мусульмане должны быть милосердными, сердобольными, а также поддерживать друг друга в трудностях. Наши деды строго придерживались принципов ислама, но они не забывали о своих традициях. Мы – многонациональная страна, у нас каждый этнос всегда сохранял свой язык и традиции, и при этом придерживался ислама. Наша национальная одежда не противоречит законам ислама, об этом сказал и президент в своем поздравлении. Сегодня мы живем в суверенном государстве, у нас свобода, вера, исповедание – это большое достижение, и мы должны сохранить это богатство. Далее в тексте обращения президента говорится, что многие карагастанцы являются мусульманами. Ислам прочно вошел в нашу жизнь, и мы верим, что в мире мусульманство будет всегда. Но в то же время мы – карагастанцы. У нас своя культура, свой родной язык, свои традиции и национальная одежда. И они совершенно не противоречат основополагающим принципам ислама. Поэтому навязывание общества чуждых традиций и требований, особенно в одежде, тем более под видом религиозных, вызывает среди карагастанцев вполне понятное неприятие и беспокойство. Президент отметил, что пророк Мухаммед запрещал навязывать традиции и обряды, которые могли бы вступать в противоречие с национальными обычаями и культурными ценностями народов, которые принимают ислам. Бог в исламе – воплощение добра и милосердия, говорится в обращении главы государства. Наш следующий репортаж посвящен традициям кыргызов, которые были выработаны многовековой кочевой культурой. Нургуль Саматова об этом подробно. Аделет Асанкалыев – лидер молодых активистов, которые добились того, чтобы в стране отмечали День колпака. Он также обучает желающих кыргызскому танцу караджорго. Аделет одевается в этно-стиле. Дизайн наряда придумал сам. Недавно Аделет вместе со своими друзьями запустил проект «Путешествие к историческим корням», который предполагает проведение выставок и фестивалей во всех регионах страны. Главная цель – популяризация и донесение до каждого кыргызстанца уникальности нашей культуры и традиции. «Молодёжи в регионах не хватает информации, и важно донести до них правильные ценности. Они должны понимать – у кыргызов универсальные традиции и мировоззрение, которые выработаны кочевыми условиями жизни. К примеру, у нас запрещено вырубать дерево, загрязнять чистую воду, убивать даже муравья, если нет в этом необходимости. Нужно быть терпимым, уважать старших, уступать им место». По словам общественного деятеля Абдумамбета Сариева, предки кыргызов из древней в повседневной жизни сочетали национальную культуру с традиционным для Центральной Азии ханафитским масхабом. «Молитва по умершему, джаназа или обычай нике – такие исламские ритуалы переплетены с нашими обрядами и никогда не вступали в противоречие. Наши женщины, девушки не ходили с неприкрытой головой, но не одевали хиджаб, потому что это не наша одежда. А сейчас идёт навязывание чуждых нам традиций. К примеру, во время похорон и других мероприятий начинаются споры и доходят до скандалов». Кстати, в кыргызском обществе женщина всегда имела право голоса, была свободна и при этом целомудрена. Суровые климатические условия или, как писал историк Тойнби, вызовы окружающей среды заставляли кочевников не только сохранять в себе нравственную чистоту, но и ясный ум, думать наперёд, моментально реагировать на проблемы, приспосабливаться к окружающим условиям и быстро воспринимать новое. Эта черта помогла кыргызам в 30-е годы, когда по итогам ликбеза среди центрально-азиатских народов по уровню грамотности кыргызы вышли вперёд. Возможно, этой восприимчивостью объясняется и то, что сегодня наш народ легко подвергается влиянию арабской культуры, ошибочно принимая её за исламские ценности. Никогда наши бабушки не закрывали лица. Молодые девочки носили тибетей, женщины кептакия, бабушки или чек. По одежде можно было определить возраст, семейное положение и статус, ведь каждый народ отличается от другого, в том числе и национальной одеждой. Это вот такие безрукавки удлинённые. Аида Майташева создаёт коллекции национальных платьев, безрукавок, плащей, головных уборов с кыргызскими орнаментами и этническими аксессуарами. Сегодня подобный стиль становится всё более популярным среди населения. Во-первых, это модно, во-вторых, практично и комфортно, ведь одежда шьётся только из натуральных тканей. Такими пуговицами это, как у нас считается, как гызмончок. К тому же, кыргызская одежда – это не бесформенные, скучные и однообразные наряды. Обязательны орнаменты, украшения из перламутра и других камней, вставки элементов, созданных методом лоскутного шитья. Платье молодой девушки должно подчёркивать стан Италию, а для взрослых женщин – более свободного покроя, которые не сковывают движения. Это называется кыргызгойник. Это вот такое свободного покроя платье, длинное, с длинными рукавами. Здесь вот воротник-стойка, он закрывает шею, область грудины. И его можно носить с вот такими нарядными жилетками. Национальная одежда кыргыза всегда закрывала основные части тела, что проповедует крупные религии мира, в том числе ислам. Кстати, по словам религиозных деятелей, традиции кыргызов на 99% совпадают с основополагающими принципами ислама. Наши традиции не противоречат исламу. К примеру, одежда соответствует принципам религии. Самое главное – одежда не должна пугать окружающих. Есть понятие хиджаб, то есть прикрывать места оврата. Но есть ещё никаб, когда женщина закрывает даже лицо. Но это не по нашим традициям. И вообще мы верующим говорим, что от одежды ничего не зависит. Главное, чтобы наша душа и сердце были чистыми. В исламе запрещено навязывать традиции и обряды, которые вступают в противоречие с национальными обычаями и ценностями народов, придерживающихся этой религии. Об этом в обращении по случаю праздника Орозо Айт сказал глава государства. С ним согласен теолог Кадыр Маликов. Тот, кто забывает свою культуру, обычаи и идентичность, нарушает один из важных аятов Корана, говорит учёный. Говорит в Куране Аллах, что я поистине, я создал вас всех из женщин и мужчин, из мужчины и произвёл разными племенами, то есть разными народами. И лучшие из вас, да, и для того цель, чтобы вы узнавали друг друга, но лучшие из вас, богобоязненно. То есть этот аят очень важен в том плане, что Аллах Таала в Куране, он именно константирует, что он создал нас разными цивилизациями, культурами и народами. Универсальность ислама в том, что он подходит к каждому этносу, сохраняя его идентичность. Ведь религия принимает все традиции и обычаи народов и не вступает в противоречие с ними. Ислам не приемлет принуждения, насилия. Религия мира призывает уважать другие конфессии, говорят эксперты. То, что ислам – это действительно религия свободы, да, дающая полную свободу, права человека. То есть, допустим, у нас есть Аллах Чудэ, с которым борется закон. В исламе этот обычай запрещен, потому что здесь подавляется свобода выбора женщины, нарушается права женщины, допустим. То есть в этом плане ислам, он универсален для каждого народа, и именно благодаря исламу сохраняются традиции и обычаи народов. Ведь хргызы, начиная со средневековья, когда приняли ислам, сохранили свой язык, свою культуру, да, именно так же благодаря исламу. Священная книга «Мусульман Коран» проповедует идеалы свободы человеческого духа, мира, доброты и прогресса. Достаточно вспомнить развитие ряда наук – медицины, астрономии, алгебры, архитектуры, литературы во время исламского ренессанса в средние века. И сейчас священная вера призывает мусульман заниматься наукой, получать знания и быть социально активными. Чтобы была социальная активность, интеллектуальная активность, да, сегодня мусульманская молодежь действительно нуждается в том плане, чтобы были созданы условия для ее социальной активности, да, для ее образовательной активности, да, деятельности, повышения качества уровня образования. В исламе есть инструменты, именно подталкивающие к экономической и социальной активности. То есть быть богатым в исламе – это хорошо, если вы платите зикет. И я хотел бы обратиться также ко всем гражданам, что именно садака, ваш зикет, он очень важен, да, помощь нуждающимся, да. Интеллектуальный ислам, безусловно, может пробудить каждого и привести к осознанности. В этом случае в верующем будут сочетаться религиозность с духовностью, способности и интеллект с человечностью и добротой, стремление к богатству и благополучию с желанием поделиться ими с нуждающимся. Вера в Бога с верой в собственные силы постигать науку и окружающий мир. Безусловно, в этом случае управлять массами людей и влиять на их сознание станет тяжелее. Сложнее станет и развязывать войны, натравливать друг на друга не только разные народы и общины внутри одной страны. Видимо, поэтому эта религия на протяжении последних нескольких десятилетий подвергается атаке. Идет целенаправленная демонизация ислама и дискредитация его со стороны террористических организаций. И даже, казалось бы, в развитом демократическом обществе Кыргызстана сегодня можно заметить две крайности – жесткая религиозность и светский радикализм или исламофобия. Безусловно, неприязнь с обеих сторон подогревается заинтересованными силами, ведь главное – расколоть общество. По словам экспертов, в исламе запрещена передача власти по наследству, что делает эту религию врагом еще и авторитарных режимов. То есть принципы одной из крупнейших религий мира совпадают с демократией, но в отличие от последней, ислам не приемлет двойных стандартов. Нургуль Саматова, Эль Диар Асанбаев, Азамат Кадыртоктоев, Общественный Первый канал, Итоги недели. Сегодня в Истокульской области завершила свою работу конференция «Сколь бар ла Шоусо». В ней приняли участие представители правительства, союза писателей, общественных организаций и секретариата всемирных игр кочевников. Участники обсудили вопросы проведения вторых всемирных игр кочевников и столетия восстания 16-го года. Также основной задачей форума было обсуждение хода подготовки к проведению всех мероприятий, приуроченных году истории и культуры. По итогу мероприятия принята резолюция. Тему продолжит Нургуль Саматова. Форум «Истокуль бар ла Шоусо» собрал широкий круг экспертов, ученых, общественных деятелей, журналистов и неправительственных организаций. На нем были обсуждены три главных вопроса – подготовка и проведение всемирных игр кочевников, столетия восстания 16-го года и 25-летие независимости Кыргызстана. По острым вопросам были разногласия, но участники пришли к единому мнению по вопросам сохранения национальных ценностей, по идеологии. Мы подняли такие вопросы, в каком направлении движется развитие нашего государства. И представители науки и творческих кругов отметили, что в год истории и культуры есть шанс найти свой путь и отойти от несвойственных для нашего народа ценностей. Одним из главных предметов обсуждения стали вторые всемирные игры кочевников. Участников ознакомили с ходом строительства нового ипподрома, где на трибунах количество посадочных мест увеличено до 10 тысяч. Естественную обеспокоенность вызвал вопрос, будут ли завершены строительные работы в срок, на что власти заверили, что возведение объектов будет завершено по плану. Цель игр кочевников – показать нашу культуру, традиции, красоту страны и горный ландшафт на весь мир. Благодаря этому мероприятию развивается и Сокульский регион, социально-экономическое положение и инфраструктура. К примеру, строится большой ипподром, спортивный комплекс, отвечающий международным стандартам. И это пробуждает интерес детей к спорту. Несмотря на то, что подготовка к первым всемирным играм кочевников прошла в спешке, мы смогли впечатлить весь мир, создать настоящий позитивный резонанс. Мы смогли донести до мировой общественности к культуру кочевых народов, рассказать и наглядно показать, какие у нас есть традиции и этноигры. Вторая часть мероприятия была посвящена 100-летию Иркюна. Сейчас историки России, Китая и Турции собирают все сведения и данные о событиях 2016 года. Они заявляют, что необходимо тщательное и непредвзятое исследование всех обстоятельств этого восстания. И исключение всяческих спекуляций на эту тему. Историк Айнура Арзаматова подчеркнула важность изучения характера и оценки восстания 2016 года специалистами-историками. Они энтузиастами-любителями. Мы собираемся выпустить книги с новыми историческими фактами и дополнениями. Такие встречи полезны тем, что на них мы сразу же ставим точки над «и» по некоторым спорным вопросам. И уже никто потом не может критиковать и обвинять власть, что такой-то вопрос не был вынесен на обсуждение. Наиболее бурное обсуждение вызвало резонансный вопрос о пятой графе в паспорте, которую предлагается убрать. Я первым попросил слова и поднял этот вопрос. Я только здесь понял, насколько наши люди – патриоты своей страны. По этому вопросу хочу привести пример. Когда я был в Москве, один хакас подошел ко мне и сказал, что он кыргыз, хотя в паспорте у него написано «хакас». А в Венгрии тоже был случай, когда, не понимая языка, один венгр по моему бейджику узнал, что я кыргыз и со слезами на глазах обнял, сообщив, что его предки приехали из Кыргызстана. Это второй форум Иссыкольба Арлашусу, организованный фондом МУРАС, союзом писателей и общественным объединением БАГДОЛЮТ. В этом году впервые к обсуждению злободневных вопросов была привлечена широкая общественность. По итогам встречи принята резолюция. В ней было отмечено, что объявленный президентом Год истории и культуры положительно повлиял на общественное сознание. И реализация указа является задачей всех госорганов и объединений. Необходимо распространять среди широких слоев населения богатство народа – историю, культуру, язык и мировоззрение. Предложено создать научно-исследовательский, а также этнокультурный центр «Кочевая цивилизация». Документ еще раз подчеркнул, что события 2016 года стали одним из важных этапов в становлении и развитии кыргызской государственности. Наряду с этим необходимо возрождать прогрессивные традиции народов, идеи таких мыслителей, как Джузуп Баласагын, Махмуд Кашкари в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом, а также коррупцией. Самое главное – все этносы, проживающие в стране, должны принять активное участие в государственном и национальном строительстве Кыргызстана. Страны СНГ предоставят нашей республике информационную площадку для размещения информации о вторых всемирных игрокочевниках. Об этом было сказано во время пресс-конференции по итогам Совета по туризму Содружества независимых государств. Так, в ходе заседания Совета было принято решение о сотрудничестве в области информационной поддержки. Телекомпания «Мир» подготовит программу «С миру по нитке», которая расскажет о Кыргызстане и всемирных играх кочевников. Через игры кочевников планируется поднять интерес к этнокультурному туризму в Кыргызстане. В Совете по туризму СНГ приняли участие представители посольств и министерств России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Туркменистана. В Бишкеке состоялся фестиваль Камыса. Там был представлен традиционный напиток из разных регионов страны. Ценители Камыса могут по вкусу отличить откуда, с какой местности напиток. Организаторы провели фестиваль с целью популяризации национальных традиций Камысопития. Там побывала и наш корреспондент Ширина Санакунова. Чудодейственный напиток всегда использовали и продолжают использовать как лекарство для лечения разных болезней. В свое время этим божественным, как его часто называют напитком, лечил даже Авиценна. Кобылье молоко является уникальным продуктом, с помощью которого можно лечить онкологические и психические заболевания. Это доказано наукой. Главное достоинство кобыльевого молока заключается в отсутствии в нем опасных трансжирных кислот. К слову, они есть в более привычном нам коровьем молоке. Среднеазиатский автор 16 века писал, что кумыс подобен ароматному напитку из райской реки. Этот благодатный напиток вдыхает жизнь и исцеляет больное тело. Этот кумыс привезли с Джайло Каракол, что в Кучкорском районе, где кобыль, где луга, где какая трава – все зависит от места, где пасутся лошади. Самым сильным и витаминизированным считается кумыс с высокогорья, где изобилие разных трав. Сама природа придает вкус традиционному напитку кочевников. Травы везде разные, потому вкус разный. Где-то слаще бывает, где-то кислее. Густым может быть, а может быть совсем жидким. Мы участвуем в фестивале, чтобы показать свой кумыс, чтобы попробовали его. Некоторые предпочитают кумыс с кусочками жира на поверхности. Это когда в кумыс специально добавляют кусок конского жира для смягчения вкуса напитка и повышения его жирности. Другие любят прокопченный кумыс. Хоть и вкус у него немного специфичный, процесс его изготовления дольше, чем обычно. Наш кумыс желтоватый, потому что он прокопченный. Он готовится так. Сначала коптим чанач, мажем стенки сосуда горячим маслом. Потом туда наливаем кумыс и взбиваем напиток. На следующий день его нужно перелить, иначе вкус испортится. Для полной готовности традиционного напитка кумыс нужно его взбивать вот таким бешкеком внутри чанача несколько тысяч раз. Саму емкость – бурдюк. Раньше готовили исключительно из натуральной кожи. Большая емкость называется сова, маленькая – чанач. Чанач – это бурдюк из снятой чулком и прокопченной козлиной шкуры. Из бараньей шкуры не получится делать чанач, поскольку она просто порвется. Древности кожаные емкости для кумыза были очень удобны для кочевников, так как они прикреплялись специальным образом к конскому снаряжению. И при длительном походе из-за постоянного взбалтывания кумыс приобретал свой истинный вкус и крепость без помощи человека. Национальная идеология начинается с таких мероприятий. Мы вот организовываем фестиваль кумыса – напитка наших предков. Сколько веков кочевники пили его. И он лучше каких-то газированных напитков, причем по всем показателям. Если верить древнегреческому историку Геродоту, кобылье молоко, сбитое в деревянных катках, пили еще скифы. Кумыс любят кыргызы, казахи, башкиры и калмыки. Не только потому, что эти народы вели кочевую жизнь. А существование степного кочевника невозможно без лошади. Кумыс невероятно полезен. Он прекрасно действует на обмен веществ, помогает пищеварению, восстанавливает силы. Значит, популяризация этого чудодейственного напитка важна не только для сохранения традиций кочевников, но и для того, чтобы была здорова нация. Ширина Санакунова, Викназар Шерманбетов, Общественный Первый канал. Итоги недели. И в завершении программы подборка главных событий недели. Дайджест подготовила Елена Ткаченко. 4 июля, понедельник, прошло очередное заседание Совета обороны под председательством президента Алмазбека Тамбаева, где шла речь о реформе правоохранительных органов. В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 75-летию Панфиловской дивизии. В мероприятии приняли участие военнослужащие Кыргызской, Казахской и Российских армий, ветераны войны, блокадники Ленинграда. В предгорьях Иссыкуля были найдены хорошо сохранившиеся петроглифы. Впервые о древних исторических памятниках зрителям рассказала съемочная группа программы «Аллато». 5 июля, вторник. 5 июля в Кыргызстане отметили у Розу Айт. В Бишкеке праздничный намаз состоялся на Площади Победы. В этот день Алмазбек Атамбаев посетил мемориальный комплекс «Атабиит» и почтил память героев, погибших 7 апреля 2010 года. В честь праздника ваше такси работали бесплатно. В Бишкеке проезд пассажиров на 28 маршрутках оплатили активисты. Марафон во имя дружбы народов. Американский марафонец на дальние расстояния Дин Карназис прибыл в Кыргызстан. 6 июля среда. Стало известно, что один из членов правления и совета директоров Центеры Брюс Уальтер обвинялся ранее в финансовых махинациях, инсайдерской сделке в Канаде. Премьер-министр Саоранбай Джейнбеков поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву разобраться с инцидентом, который произошел с участием граждан России. В Бишкеке презентован новый четырехтомник Чингиза Айтматова. В него включены самые знаковые произведения, а также хронология жизни и творчества писателя. 7 июля четверг стало известно, что по приглашению Алмазбека Атамбаева канцлер Германии Ангела Меркель посетит Кыргызстан с официальным визитом. Кыргызалтын проведет анализ условий приобретения Центера и компании Томпсон Киркметалс. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя правления Кыргызалтын по экономике, финансам и инвестициям Виктур Сагынов. Рабочая поездка спикера в Баткентурога Джогуркукинеша Чиныбай Турсунбеков встретился с жителями Баткентской области. 8 июля пятница премьер-министр Соренбай Дженбеков проинспектировал реконструкцию автодороги Бишкек-аэропорт Манас. Новые возможности более ста Аил-Ак-Мату получат гранты на строительство социальных объектов. По полиаризации вторых всемирных игр кочевников страны СНГ предоставят Кыргызстану информационную площадку. В Бишкеке прошел фестиваль Кумыса. На нем был предоставлен традиционный напиток со всех уголков страны. Центральная избирательная комиссия лишила мандата депутата Джогуркукинеши Джергалбека Саматова. 9 июля суббота Алмазбек Атамбаев принял главу МВД Кашкара Джунуш Алиева. Министр доложил о ходе подготовки к обеспечению общественной безопасности во время проведения в стране крупных международных мероприятий, а также усиления мер по охране общественного порядка в период турсезона. Таковы были главные события уходящей недели. С вами была Джулгиз Джумабекова. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Хороших выходных.